Грех Золотого Тенца И увидел народ, что Муше все еще нет, хотя ему уже пора спуститься с горы. И окружил народа Аарона и потребовал – встань, сделай нам божество, которое пойдет перед нами. Потому что этот человек, Муше, который вывел нас из Египта, мы не знаем, что с ним сталось. И сказал им Аарон – снимите золотые кольца с ушей ваших детей. «Жен, сыновей, дочерей принесите мне». И снял весь народ золотые кольца со своих ушей и отдали их Аарону. И взял он кольца из их рук, обработал их резцом и сделал литого тельца. И воскликнули они – вот божество твое, Израиль, которое вывело тебя из Египта. Он увидел Аарон и построил жертвенник перед ними. И объявил Аарон завтра празднество Богу. И встали они на завтра пораньше. И вознесли жертвы всесожжения и мирные жертвы. И уселся народ есть и пить, и поднялись забавляться. И говорил Бог, обращаясь к мужу, иди вниз, спускайся. Ибо раслился твой народ, который вывел из Египта. Быстро они сошли с пути, с которым я заповерил вам, сделали себе золотого тельца. Тема «Золотого тельца» очень обширна. И очень много здесь вопросов. Прежде всего, конечно, первый центральный вопрос – как понять вообще происходящее, как может быть, что народ, который всего лишь 40 дней до того лицом к лицу слышал слова Бога, обращенные к нему, и уже через всего 40 дней просит себе божество, которое бы шло перед ними. Но все эти вопросы очень важны и очень нужны. И я хотел бы отложить, потому что сегодня неделя между Роша-Жаная и Елма-Кипурим по календарю. Мы находимся в 10 днях Шувы, 10 дней, в которые ежедневно произносят покаянные молитвы с лихот. А в основу этих молитв с лихот положены ют, гиммель, медот, арахамин – 13 качеств, 13 атрибутов милосердия, которые взяты из продолжения этого недельного раздела в 33-34 главе. Это уже молитва Муше о прощении греха, прощении греха Золотого Тенца. Вот поэтому мне хотелось бы сегодня сделать такой прыжок, перепрыгнуть, пропустить всю тему самого Золотого Греха, чтобы потом к ней вернуться, а заняться сегодня именно вот этим отрывком о 13 атрибутах милосердия. В 33 главе, это 18-19 стихи, мы читаем так. «И сказал Муше, покажи мне твою славу». Это его обращение к Всевышнему. «Покажи мне твою славу». «И сказал Бог, я проведу перед тобой все мое благо и призову имя». Дальше идет четырехбуквенное имя, которое мы не произносим, если не угрем только Ашем. «И я призову это имя перед тобой и помилую того, кого помилую, и пожалею того, кого пожалею». Последний стих совсем непонятен, как его понимать. Что значит провести все благо? «Я проведу перед тобой все мое благо». И каким образом это вообще отвечает на просьбу Муше? «И сказал Муше, покажи мне твою славу». «И сказал Бог, я проведу все твое благо и призову». А для чего? Как мы понимаем имя? Если я зову кого-то по имени, я обращаюсь к нему, потому что я хочу его позвать. Но к себе я не обращаюсь по имени, мне не нужно себя со мной вызвать, я здесь. Так как понять, что Всевышний… Я призову свое имя перед тобой, зачем ему называть свое имя? Ну и конец уже совсем непонятен. Помилую того, кого помилую, пожалею того, кого пожалею. Как это все понимать? Прежде всего, сама просьба Муше. «Арейни на Эд Кводеха, покажи мне твою славу, твой кавод». Что он хотел? Что он хотел, чтобы ему показали? Что он хотел увидеть? На этих уроках мы когда-то разбирали само понятие «кавод». Что это такое? Кавод – это почтение и уважение. Почтение и уважение – это, пожалуй, выражает наилучшим образом само отношение к другому. Есть разные виды отношений. Одного человека я люблю. Люблю, то есть я стараюсь приблизиться к нему, стараюсь быть к нему как можно ближе. Есть другой человек, которого я боюсь. От него я стараюсь быть как можно дальше, держу дистанцию. А есть еще уважение. Уважение – это как раз середина, золотая середина между любовью и между страхом. С одной стороны, человек, которого я уважаю, я хочу приблизиться к нему, а с другой стороны, я держу дистанцию. Я не приближаюсь к нему так, как я приближаюсь к человеку, которого я люблю. Таким образом, эта золотая середина, которая объединяет крайности, она таким образом возображает все возможные виды отношения к другому. То есть, если Муше просит, покажи мне твою славу, твой почет, это означает, что он хотел увидеть, каким образом Всевышний относится к нашему сотворенному ему миру, как сказали мудрецы, что все, что Всевышний создал, все, что он создал, он создал ради кого-то. То есть, он создал этот мир для того, чтобы мир был непознаваемым. Он мог бы создать мир, в котором бы мы ничего абсолютного не понимали. Но он хотел создать мир иным, так, чтобы мы могли в нём что-то понять. То есть, в созданном им мире он хочет раскрываться. Что значит раскрываться? Сам? Нет. О нём самом, поскольку он абсолютно бесконечен, безграничен, трансцендентен, о нём самом у нас нет никакого понятия. Лейс Макшова Тфисабей. Никакая мысль его не объявляет. Но качество, то есть, его способы воздействия на этот мир, его способы управления этим миром, его способы, его форма и отношения к этому миру, вот это он и раскрывает. Это то, что муж, я хотел понять. Покажи мне, каким образом ты управляешь этим миром. Почему одни люди страдают, а другие нет? Почему одни люди живут припеваючей, как сыр в масле катаются, а другие нет? В чём здесь? Как всё это понять? Есть ли какая-то возможность это вообще понять? Покажи мне это. Покажи то, как ты управляешь миром. Мы знаем, что Всевышний и Фтори называются самыми разными именами. Почему так? Откуда это явление? По отношению к людям или к предметам имя. Имя собственное означает сам этот предмет, его суть. Но по отношению к Всевышнему нет вообще даже мысли о том, что мы можем выразить его суть, ибо она безгранична и непознаваема. Но, стало быть, всё, что может имя выразить, это только то, каким образом Всевышний раскрывается в этом мире, то есть его способы воздействия на этот мир. Этих способов много. Соответственно, есть много имён, каждый из которых выражает определённый нюанс, определённый оттенок отношения Всевышнего к миру. И вот о них-то здесь и идёт речь. Как говорит Амраши, ответ Всевышнего – я проведу перед тобой всё моё благо и призову имя Ашим. То есть, я покажу тебе это всё моё благо, все те имена, то есть все те способы воздействия на этот мир, способы управления этим миром и все эти имена, и ты их поймёшь до какой-то определённой степени, то есть поймёшь их на уровне общих правил, а не на уровне частностей. На уровне частностей тебе останется помилую, знаешь, кого я помилую? Того, кого я помилую. А пожалею, знаешь, кого? Того, кого я пожалею. Ясно? Вопросы есть? Вопросов нет. Но это в частностях, а в целом на уровне правил, законов, каким образом, то есть те качества, которые воздействуют на этот мир, это я тебе покажу. И именно так объясняет здесь Аши. Я зачитываю Аши. И сказал ему, я проведу всё моё благо. Сейчас самое подходящее время для того, чтобы ты увидел мою славу. Настолько, насколько я тебе позволю увидеть. Ведь я должен обучить тебя порядку молитвы. Почему Всевышний должен обучать Муше порядку молитвы? Потому что, когда раньше ты просил, самые первые молитвы Муше, когда он просил простить грех Золотого Тельца, то на что ты в молитвенную упирал, что ты постоянно упоминал-то? То, прося за Израиль, ты упомянул только заслуги отцов. Почему простить евреев, которые сделали Золотого Тельца? Потому что у них был папа, дед, прадед, Авраам, Ицхак, Яков. И что ж ты думаешь, что если этих заслуг не хватит, что если заслуги, так бывает, папа может оставить сыну достаточно много денег, но сын может их проесть. Заслуги отцов можно попросту все промотать, проесть. Так что ж ты думаешь, если их уже не хватит, то нет больше надежды, чего подобного. Я проведу перед тобой, коль ту ви, все свое благо. То есть все виды любви и милосердия проведу перед тобой и призову имя, четырехбуквное имя, шем, перед тобой, для того, чтобы научить тебя молитвам милосердия. Ты увидишь, как я буду произносить 13 этих имен, 13 качеств, 13 атрибутов милосердия, и в дальнейшем научишь этому порядку народ. И когда они уже будут упоминать эти качества, когда они будут упоминать эти, называть эти имена, то я услышу их молитву, потому что мое милосердие неисчерпаемо. И тогда я уже пожалею того, кого пожалею, даже если он того будет недостоин. Это продолжение. Я помилую того, кого помилую, пожалею того, кого пожалею, даже если они не будут достоин. То есть всё, что будет необходимо в дальнейшем для еврейского народа, для того, чтобы обращать молитву к Богу и пробуждать милосердие к себе, пробуждать к себе любовь Всевышнего, чтобы тот простил грехи, всё это будет заложено вот в этих самых именах, которые Всевышний сейчас принесёт перед Муше, а Муше нужно будет только их запомнить и в дальнейшем научить еврейский народ молиться именно таким образом, упоминая именно эти самые имена, будучи уверенным, что Всевышний обязательно на них ответит. Каждый раз, когда они будут упоминать эти качества, я услышу их молитву, здесь есть обещание. Ну, теперь осталось посмотреть самое главное, вот эти самые имена, изучить их, их 13. Вот уже в 34 главе там сказано так, «И прошёл, как это всё происходило, и прошёл Бог перед ним, и сошёл Ашем в облаке, и стал там близ Него, и призвал имя Бога, и прошёл Бог перед ним и призвал. Вот этот стих мы сейчас и попытаемся понять. Здесь есть 13 атрибутов, говорят наши мудрецы, и каждый из них – это название определённого отношения к созданному миру, и все они, общий их знаменатель – это рахамин, милосердие. Прежде всего, начинается это всё с того, что дважды упоминается четырёхбуквенное имя Бога, непроизносимое, ютки и гравки его не произносят ни целиком, полностью, ни по буквам произносить его нельзя. Друзья, происходит это имя от корня авая, то есть бытию. Иными словами, Всевышний Он тот, который, с одной стороны, Он тот, кто был, есть и будет, то есть Он абсолютно бесконечный, безграничный, и поэтому, будучи абсолютно безграничным, непостижимый. А с другой стороны, Он тот, кто осуществляет всё существующее, то есть всё то, что существует в мире, существует только благодаря тому, что Он его осуществил. А для чего же Он его осуществил? А для чего же Он создал весь этот мир? Не для того, не поскольку Он преследовал какое-то удовлетворение какой-то своей потребности, ибо потребности у Него вообще нет. Он всегда был, есть и будет, то есть Он безграничный, бесконечный. Значит, Он не ограничен ни в чём и ничем. А если Он не ограничен ничем, значит, потребности ни к чему Он не испытывает. Тогда для чего же Он создал мир? Какое же качество таким образом лежит в основе создания мира – это любовь, то, что называется хэсэд. То есть это самое первое качество, которое раскрывается в сотворении мира – стремление давать. Давать, то есть наделить кого-то существованием, дать ему возможность существовать и в дальнейшем давать ему благо как можно больше, как можно больше. Стало быть, говорят наши мудрецы, что таким образом значение, самое первое значение вот этого четырехбуквенного имени – это хэсэд, медата, хэсэд, то есть любовь, любовь, милость. Почему это имя упомянуто здесь дважды? Значение его нам понятно. Это медата хэсэд, а почему тогда дважды? Рашид дает следующее объяснение. Хэсэд Всевышнего до греха и хэсэд Всевышнего после греха. После того, как человек согрешит и раскается. Ну, вторая часть понятна. После того, как человек согрешил, если он раскаивается, Всевышний дает ему благо, хотя он его не заслужил. Что такое грешник, который раскаялся? Грешник, который раскаялся. Это как человек, который, не знаю, преступник, который пообещал, что он больше не будет. Все, завязал. Даже если это так, даже если он действительно больше не будет, но он все равно остается тот человек, который еще вчера сделал преступление. Он заслуживает любовь? Он заслуживает какие-нибудь блага? Нет. Хэсэд означает давать благо тому, кто его совсем не заслужил. Если давать тому, кто заслужил, это называется медат один. То есть, это уже атрибут справедливости. Что заслужил, то и получил. Не заслужил, не получил. Хэсэд – противоположность. Заслужил – неважно. Получаешь. Это ясно, что должна быть любовь, чтобы одарять грешника после того, как он согрешил, несмотря на то, что он согрешил. Это ясно. Но как понять, что хэсэд – до греха? А это что означает? Что хочет здесь Тора сказать, что Всевышний любит грешника еще до того, как он согрешил? Как это понимаете? А объяснение дает тому следующее. Всевышний дает человеку благо, хотя до того, как он согрешил. Но Всевышний же знает, что он согрешит. Он вне времени. Будучи вне времени, он знает все заранее. И он не только знает, что этот человек согрешит, но более того. Всевышний ведь дает ему силы, которые человек в дальнейшем использует для того, чтобы согрешить. Всевышний дает человеку разум. С помощью этого разума человек подумает и составит план, как ему этот свой грех, как ему это свое греховное желание осуществить. Всевышний дает человеку здоровье. Всевышний дает человеку энергию. Он дает ему силы. Эти силы человек использует для того, чтобы своими ногами прийти к тому месту, где можно согрешить. Он использует свои руки. Он использует все, что у него есть. Он использует для того, чтобы согрешить. Кто дал ему эти силы? Он ему даёт эти силы, хотя он знает, что ими же он и будет действовать против Всевышнего, против его воли, против его запрета, против его заповеди. Это и означает хесед Всевышнего, любовь Всевышнего грешнику ещё до того, как он согрешил, зная, что он использует всё то благо, которое Всевышний ему даёт, он использует во грех, и всё равно Всевышний ему даёт. И хесед Всевышнего после того, как он согрешил, когда человек, конечно же, нуждается в хесед, иначе просто нет у него возможности существования. Это первые два атрибута. Ашем, Ашем. Дальше сказано, если вы знали, Ашем, Ашем. Кейн ракум и ханум. Бог. Слово «бог», которое мы переводим на русский язык как «бог», состоит из двух букв алфавита Торы – Алифламид. У него есть ещё и множественная форма, а именно Элукин. Снотоки языка объясняют, что корень этот Алифламид означает силу. Стало быть, Элукин – это средоточие многих или всех сил, всех сил вместе. Стало быть, то, что подчёркивается в этом имени, Кейн, это сила. На первый взгляд, довольно странно. А какое-то отношение имеет к Ют, Гимену и Доте, Рахаме? Мы говорим про 13 атрибутов милосердия. Стало сказать, 10 милосердия – тот, у кого сила есть. На первый взгляд, наше отношение, когда оно говорит про силу, то нам это кажется, что это совсем в другую сторону. Вот если тот, кто творит справедливость, тот, кто должен бить по голове, а у него сила есть, а если у него сила есть, так он уже может так стукнуть, что больно будет. А почему здесь, почему это имя, которое, казалось бы, больше подходит к Медад-1, к атрибуту правосудия, справедливости? Почему мы называем его здесь одним из атрибутов милосердия? На самом деле, во множественной форме, Элоким – это атрибут суда. Более того, судья в языке Туры тоже называется этим самым словом, Элоким – тот, кто творит суд. Значит, слово имя Элоким – это Медад-1, атрибут правосудия. Почему же тогда в единственном числе Кель, Алифламид – это атрибут милосердия? Пашель даёт здесь такое объяснение. Это имя, Алифламид – оно тоже означает милосердие. Почему? Мы знаем, у царя Давида написано «Кели, кели, лама Азавтани». Боже мой, Боже мой, почему же ты меня оставил? Ну, если представить себе, что слово Кель, оно так же, как и Луким, и в единственном числе, как и во множестве, оно означает атрибут суда, то вряд ли человек будет говорить судье «А что ж ты меня оставил?» Никто не призывает себе суд на голову, никто не призывает себе справедливость наоборот. Чем меньше судья обо мне знает, тем меньше не только судья, а вообще, чем меньше правоохранительные органы и система правосудия обо мне знает, тем оно лучше. Подальше от начальства? Стало быть, если царь Давид говорит так «Кели, кели, лама Азавтани, Боже мой, Боже мой, что ж ты меня оставил?» Значит, он обращается здесь к атрибуту милосердия. Но хорошо, это достаточно убедительно, что действительно так, не обращаются к атрибуту правосудия, не обращаются с вопросом «что ж ты меня оставил?» Но всё равно этимология остаётся проблематичной. Почему корень, который означает «силу», применяется в данном случае как название одного из тринадцати качеств милосердия? Наверное, так. Для того, чтобы… Мы только что говорили, что Всевышний даёт силу человеку, даёт ему силу и благо, и, зная, что эти силы и это благо, человек использует против Всевышнего для того, чтобы продолжать это делать, нужна колоссальная сила, чтобы сдержаться. Приведу пример. Как-то я сам наблюдал. Молодая мама кормит ребёнка, даёт ему ложечкой творог. Ребёнка, очевидно, есть надоело, но выразить свой протест так обычными, конвенциональными способами он не умеет. И тогда то, что получилось, когда мама дала ему очередную ложку или две, он их не проглотил, а просто сделал так. И весь этот самый творог плюнул в лицо матери. Она оплёванная с творогом на лице. Какое естественное желание человека в этот момент, когда ему плюнули в лицо, и не просто плюнули в лицо, а плюнули в лицо тем самым творогом, которым она кормила, чтобы, естественно, хочется по губам дать. В этот момент маме нужна выдержка, чтобы этого не сделать. Она должна себя сдержать. Для этого должна быть сила воли. Ещё какая сила? Для того, чтобы не нашлёпать ребёнка, когда не нужно. Для того, чтобы его не наказать. Для того, чтобы продолжать его любить, несмотря на то, что он шкодит, нужна колоссальная сила. Сила самообладания. Сила, которая будет останавливать гнев. Сила, которая будет останавливать стремление воздать по делам и так далее. Вот об этой силе, значит, вы говорите. Стало быть, вот эта сила, она действительно проявление Рахамима, она проявление милосердия. Это одно объяснение. Рамон Шиалшик даёт другое объяснение. Написано снова у царя Давида. Хеседа шем бихоль йом. Хеседель бихоль йом. Вот это имя, Алиф Ламид, оно упоминается в отношении Хесед, когда это бихоль йом, каждый день. Что это значит? Говорит Ал Шахстаг. Если человек заслужил наказание, ангел, которое уже неотвратимо, его нельзя избежать. То ведь если дать человеку это наказание сразу, от него мокрое место останется. Но если его давать в рассрочку, в кредит, каждый день. Одно дело, как это было во времена, в Российской империи во времена царя Николая I, основное наказание было шпицрутным, то есть когда человека били, он получал приговор, стоял сколько ударов должен человек получить. Если человек получал, там, положено, приговор в 500 ударов, то, что это означало верную смерть. Потому что если человека 500 раз ударить, то он не выживет. А если эти 500 ударов разделить ему на, скажем, год на три, так, чтобы раз в два дня получать один раз, можно выжить. Конечно, будут ссадины, конечно, будут синяки, конечно, будут кровопотеки, да, а так же можно жить. Стало быть, милость и милосердие Всевышнего проявляется в том, что даже когда приходит неименуемое наказание, то оно распределяется, оно разделяется и даётся человеку в кредит. Рамхаль тоже писал, что по мере правосудия, если медат один, по атрибуту правосудия следовало бы, чтобы грешник наказывался незамедлительно и чтобы наказание было по всей строгости закона, как подобает тому, кто нарушил волю Творца. Однако, медат рахамин, однако милосердие Божие, позволяет преодолеть эти требования. Во-первых, грешнику даётся отсрочка. Во-вторых, само наказание не будет уничтожающим. То есть, оно размерено так, чтобы человек всегда его сумел выдержать. Вот четвёртый дальше атрибут – это рахум. Шем, шем, кель, рахум. Милосердие. Это непосредственно милосердие. Всё, что мы говорим, это 13 качеств милосердия, а здесь оно, соответственно, особое, четвёртое качество – рахум. Что означает вообще милосердие? Если спросить нас, что значит милосердие, мы это понимаем так. Проявить милосердие – это значит пожалеть человека, жалко же его. И тогда, уже не обращая внимания на его поступки, дать ему то, что не полагается под справедливостью. То есть, начало из жалости. Жалко его. Пожалеем. Это милосердие. Но Рамхаль в Месилат-Ишарим объясняет, что это совсем не так. А именно, милосердие – это не уступка. Не уступка, не компромисс и не отход от справедливости. А чем тогда отличается управление милосердное от справедливого? Медат-Аддин, Медат-Рахамим от Медат-Аддин, чем оно отличается? Объясняет Рамхаль следующим образом. По Медат-Адин, то есть, в соответствии с качеством правосудия, следовало бы, чтобы не было возможности исправления. Медат-Адин не позволяет исправить что-то. Где мы видим Медат-Адин в чистом виде. Дин происходит от слова «дай», «хватит», «достаточно». То есть, что заслужил, то и получил. В природе мы это видим. Человек, предположим, который позволяет себе есть вещи вредные. Или вредные, вредные далеко, съел человек какую-то несвежую, испорченную пищу. Чувствует, что его уже мутит. Понимает, что он натравился. А можно в этот момент человек начинает сожалеть? Жалко, что я это съел. Очень жалко, что я это съел. Простите меня, я больше так не буду. А можно отменить, чтобы не стошнило? Нет, нельзя. Нет, ну, я очень сожалею. Я действительно так больше не буду. Я действительно ничего не сожалею. Очень сожалею, но стошнит неминуемо. Что получил, что имеешь, то и получаешь. Это Медат-1 в чистом виде правосудия. В нем нет, в природе нет возможности, нет возможности исправить что бы то ни было. Если бы мир управлялся, только по Медат-1, то исправить что-то было бы невозможно. Согрешил, получил свое. И действительно, а это, может быть, слишком это жестоко? Нет, это же реально. Как же можно на самом деле исправить искривленное и искупить совершенный грех? Ну, предположим, разве можно устранить поступок из действительности? Человек хочет, чтобы Всевышний его простил, хочет, чтобы он отнесся к нему с милосердием и в емкий пур искрепил его грехи. А как это можно сделать? Ну, человек же совершил грех, а что, сделан так, как будто бы он не совершил его? Но он же в реальности был, в действительности поступок совершил? Ну, например, убил человек другого или прелюбодействовал, завел роман с чужой женой. Что мы скажем? А его как будто бы нет, значит, как будто бы нет. Есть поступок, был он. Как же можно исправить содеянное? Однако, Медат Арахамим, это Медат-1. Вот здесь, в этот самый момент, входит Медат Арахамим, то есть, атрибут милосердия, позволяет преодолеть эти требования правосудия. Как? Во-первых, грешнику дается возможность сделать шуву. Что такое шува? То есть, искоренение желания засчитывается ему, как искоренение самого поступка. Шува означает следующее. Поскольку человек признает свой грех, самое первое, самое первое в шуве означает признать, что я действительно грешил. Не то, как я весь год убеждал себя, что ничего страшного, и на самом деле есть такие, которые это разрешают, и даже если не такие, которые разрешают, кончились все объяснения, кончились все оправдания, я признаю. Сделал то, что запрещено, нельзя, я согрешил. Шатать. Это первое. Второе. Не просто согрешил, еще и понимает его гнусность. Это просто так признаваться в своих грехах, а еще и вспоминать, что это вообще хорошо было. Не дай Бог, если человек в Йом-Кипур будет признаваться, будет исповедоваться в своих грехах и вспоминать, как это было здорово. Лучше весь день проспать и не в момент, когда человек признается в грехе, он должен чувствовать стыд, понимать, что это гнусно, что это гадко, то, что он сделал, что это мерзко. Третье. Сожалеет осадеянно. Здесь уже должно быть эмоциональное, не просто понимание того, что гадко было, но и есть сожаление и раскаивается в нем. А это как понять раскаивается в нем? Раскаивается в нем имеется в виду следующее. Если бы сейчас мне бы я... Это значит такое ощущение и такое понимание, что если бы сейчас мне представилась возможность вернуться в прошлое, тогда, когда я совершил этот поступок, и я спрашиваю у себя сейчас, сейчас я бы сделал его еще раз или нет? Если я понимаю, что не сделал бы, сам собой, будучи откровенным, вот это и есть раскаяние. У нас нет машины времени, нет возможности вернуться в прошлое, но Всевышний дает нам эту возможность, засчитывая нам искоренение желания, как искоренение самого поступка. Тому пример объясняет Рамхали Таатарат Нодарим, то есть разрешение обета. Если человек дал обет и понимает, что он дал обет поспешно, потому что он не учел всех тех изменений в жизни, которые могут произойти. И судья его спрашивает, если бы знай сейчас то, что ты знаешь сейчас, если бы ты тогда знал то, что ты знаешь сейчас, ты тогда дал бы этот обет? Если человек говорит нет, если бы я знал то, что я знаю сейчас, то я бы не дал бы этот обет. Этот обет аннулируется. Но ведь человек же дал этот обет, он же сказал слова, которыми он обязал себя, да. Но поскольку сейчас он то желание, которое привело к этому обету, он искореняет его полностью, говорит, я не хочу то, что я тогда захотел, я не хочу то, что я тогда выбрал, я сейчас этого не выбираю. Вот это вот искоренение желания, оно человеку засчитывается как искоренение самого поступка из реальной действительности. То есть получается, что рахами, милосердие, это не уступка, это оно не приходит вместо правосудия, правосудие остается на месте, сделанный поступок, сделанный, конечно, и его нужно искоренить. Есть такая возможность его искоренить. Она существует. Если человек запачкал свою одежду краской, к краске есть еще и пятновыводитель. Можно при помощи пятновыводителя эту краску, но только тому, кто это сделал, а если человек этого не сделал, то пятно осталось. Это означает рахум, то есть то, что Всевышний готов засчитать человеку, неспособному вернуться на машине времени в прошлое, и теперь выбрать по-другому, Всевышний готов ему засчитать искоренение желания сегодня за искоренение самого поступка. Теперь пятый атрибут – это ханун. Ханун обычно переводят как милостивый. И часто объясняют, что это качество Всевышнего, которое позволяет человеку получать что-то даром, когда он не заслужил. Когда здесь есть связь хинам означает даром, ханун – это как раз то самое качество, благодаря которому Всевышний одаряет людей дар. Имеется ли здесь в виду совсем дармовая подачка? Не совсем. Медат один присутствует. О чем мы говорим? Говорили мы о том, что Всевышний готов засчитать человеку искоренение желания, которое привело к греху, как искоренение самого греха, как искоренение самого поступка. Для этого человеку нужно и время, для этого нужны ему и душевные силы, для того, чтобы задуматься, работать над собой, прийти к выводу, что это действительно была ошибка, и что это глупость была с его стороны, что это сделал, что это гнусный поступок, и что он больше так не хочет, и что он хочет, если была только возможность вернуться, он хочет его искоренить. Для всего этого нужно достаточно много помощи свыше. Вот эта помощь дается человеку даром. Почему даром? Потому что он ее еще не заслужил. Человек хочет, чтобы ему была дана. То есть, что просит человек? Дайте мне вторую попытку. Да, я знаю, я согрешил. Я действительно согрешил, я действительно наступил, значит ли это, что я должен прекратить свое существование и тут жить? Нет. Я исправлю. Дайте мне эту возможность. Я тут сказал, что ты исправишь. Почему тебе, на основе чего тебе давать? Если человек получил суду в банке на то, чтобы открыть бизнес, и через год он приходит в банк и говорит, я очень сожалею, но суду я вернуть не могу, потому что бизнес не получился, я сделал различные ошибки, деньги потратились, а доходов у меня нет. А вы мне дайте еще суду, и вот тогда я уж точно, тогда я точно уже, почему? Если ты с первого раза, почему тебе давать еще суду, если первый раз ты все деньги растратил и ни копейки не заработал, то почему давать тебе еще деньги, почему мы должны думать, что ты теперь начнешь зарабатывать? Да? Действительно, не заслужил. Вот это вот ханун. Человек просит здесь дармовую подачку, он ее ничем не заслужил, но все равно дайте. Это вот ханун. Есть еще один комментарий, другие говорят, что это от слова хэн. Хэн – это способность внушать симпатию, то есть Всевышний относится к нам с симпатией, поскольку мы его творение, в особенности еврейский народ, его избранный народ, то испытывая эту симпатию к своим созданиям, он идет нам навстречу. Шестой атрибут – эры хапаин, что означает долготерпеливый. Вот этот вот шестой атрибут, он непосредственно связан с четвертым. Для чего нужна долготерпеливость? Долготерпеливость означает, что Всевышний долготерпеливо, с большим терпением откладывает свой гнев, откладывает наказание. Там же вот Рамхальм, Меселат и Шарем, когда он объясняет Медаторахамим, он пишет так. По мере правосудия следовало бы, чтобы грешник наказывался незамедлительно. Почему должна быть какая-то отсрочка? Согрешил. Суду получил по голове. Снова, у нас есть пример, как в природе. Если человек неаккуратно обращался с электричеством и сделал короткое замыкание. Подождите 10 минут, я сейчас... Все, в тот момент, когда сделал короткое замыкание, тут же сработало. Так должно было бы и здесь. По мере правосудия следовало бы, чтобы грешник наказывался незамедлительно. Однако, Медаторахамим, милосердие Божье, оно позволяет преодолеть это требование. Грешнику дается отсрочка. И это необходимо. Он не погибает немедленно по совершению преступления для того, чтобы мог сделать шуву. Для чего ему дается отсрочка? Просто так из жалости? Нет, никакой жалости здесь нет. Отсрочка дается для того, чтобы сумел сделать шуву. Что такое чувак? Мы объясняли раньше. То есть, признать сам факт того, что был грех, понять гнусность самого поступка, сожалеть о нем, раскаяться и постараться искоренить желание, которое привело к этому греху, т.е. дойти до сознания, что если бы сейчас у меня была возможность вернуться в прошлое, то я бы так не сделал. На все это нужно время. А иногда шува требует времени дополнительного для того, чтобы исправить последствия греха. Предположим, если грех был в области отношений между людьми, тогда нужно необходимо просить прощения у человека, а иногда с ним нужно расплатиться, если речь идет о деньгах, о невозвращенном долге или о нанесенном ему ущербе и т.д., все это требует времени. На все это нужно время. Не просто, как люди из вежливости просят прощения, наступил кому-то на ногу и тут же извините, очень сожалею. Ты действительно очень сожалеешь? Прямо так вот наступил на ногу и тут же на это еще нужно время, чтобы почувствовать это сожаление, чтобы почувствовать, что действительно сделал гадость, на все это нужно время. Вот это время Всевышний дает «благодаря качеству эрехапаэм». Долготерпеливость. Долготерпеливость – это литературный перевод, а буквально эрехапаэм, здесь есть игра слов, эрехапаэм буквально означает длинный нос. Слово «ав» у него есть два значения. Одно – это грех, извиняюсь, одно – это гнев, а второе – нос. Эрехапаэм таким образом долготерпеливость, то есть откладывание гнева и вот возможность отложить его во времени. А какое-то отношение имеет к носу. Раша объясняет так. Все мы знаем, если мы посмотрим на человека в тот момент, когда он гневается, посмотрите на него, вы увидите, что у него раздуваются ноздри. На некоторых людях это не очень видно, но если вы посмотрите это на животных, там «бык», у него это вид, ноздри раздувается. Когда он в небе, ноздри раздувается. У человека тоже ноздри раздувается, он только померя. Такое впечатление, как будто бы у человека гнев его как пар, который выходит из ноздрей. Из ноздрей не выходит пар, но все-таки вот Тора здесь пользуется этой метафорой. Когда человек гневается, то гнев как бы выходит у него из ноздрей. а если человек откладывает это проявление гнева, это потому, что у него как бы длинный нос, то есть пока гнев пройдет по всем этим каналам и выйдет нос-то длинный, то проходит время. Вот это игра слов, которая положена здесь в основу этой самой метафоры. эрехапаем, то есть качество эрехутапаем, качество долготерпимости означает, что с того времени, как была причина, которая приводит к возгоранию гнева, и до самого гнева, до самого возгорания гнева проходит достаточно времени. То, что мы сказали до сих пор, на самом деле все заложено в стихе, который мы очень скоро должны произнести вечерняя молитва уже на носу. Вечерняя молитва начинается со слов царя Давида ваурахум, то есть он милосерден. Мы ей сейчас и объясняем качество милосердия. Что означает, что ваурахум и хапера вон, он дает возможность искупить гнев, искупить грех, не простить его, а искупить, то есть искоренить его, благодаря искоренению желания. Вело яшхит, и он не уничтожит. Вейрбали ашивапо, и он многократно, он отдаляет, отдаляет свой гнев, то есть давая время человеку для того, чтобы тот совершил шву, и Всевышний ждет долго, иногда очень долго, как говорится, молитва нарушена йом кипу, адиом муто и хакелу, иногда до самого последнего дня, до дня смерти Всевышний ждет человека, давая ему возможность, давая ему время. а дальше означает и не возгорится весь его гнев, то есть даже если уже время кончилось, все, человек не использовал, давали ему время, долго, много, много, много времени, чтобы он исправился, не исправляется, все уже, кончилось, все, наказание, и тогда не возгорается весь грех, а каким образом, в рассрочку, каждый день, еще по голове, еще по голове, еще по голове, но если бы человек все получил сразу в одноразово, то просто мокрое место бы от него осталось, а так, когда все это в рассрочку, понемножку, понемножку платежами, так можно существовать, все это в одном стихе. Приходим к седьмому атрибуту, седьмой атрибут «Верафхесит», Всевышний он велик в своей любви, а Талмуд в трактате Рошана говорит, что Всевышний когда он судит человека в «Верафхесит», то есть он перевешивает в сторону любви, в сторону «Верафхесит». Что означает эта метафора? Если есть весы, как бы, на которых взвешиваются с одной стороны заслуги человека, а с другой стороны его провинности, ну и если есть равновесие, если заслуги человека не перевешивают грехи, которые он сделал, что нужно сделать так, чтобы они перевесили? Одно из двух, либо пальцем нажать на чашу заслуг, так, чтобы она пошла вниз, либо сбросить один из грехов с чаши грехов. Вот это означает «Матэ, клапей хэсэд», что Всевышний перетягивает в сторону любви, но нужно сказать, что это качество работает, как объясняет это хаядам, что это качество работает, когда человека судят в последний раз, когда он уже сам ничего исправить не может, когда есть две чаши весов и они уравновешены. Что нужно сделать? Человек должен, во-первых, раскаяться в грехах, чтобы чаша грехов была не такой тяжелой, полегче, во-вторых, сделать немножечко митцвот хотя бы, для того, чтобы чаша заслуг была потяжелее, вот так все и будет хорошо. Почему же Всевышнему нужно пользоваться этим качеством? Это только по окончании жизни человека, когда человек уже сам изменить ничего не может, он уже свое отжил. Вот тогда Всевышний пользуется этим качеством, при наличии равновесия перевешивает в сторону добра. Но пока человек жив, нечего ему рассчитывать на этот атрибут. Это после смерти. Восьмой Веемет. Истина. То есть Всевышний, он велик в любви и он истинна. Истина это означает, что здесь нет никаких компромиссов что Медат-1 мира правосудия она остается и Медат-Арахамим милосердие Божье оно не вместо правосудия, оно только присоединяется к ним. То есть справедливость все равно будет. В рамках справедливости работает Арахамим милосердие. То есть то, что происходит это суд но суд милосердный. Дальше сказано девятый атрибут то есть Всевышний хранит милость для тысяч. Это означает следующее, что если хотя бы в каком-то поколении было сделано что-то хорошее, то то добро, которое было сделано, оно не погибает, оно не остается в том поколении, оно производит плоды, оно прорастает, произрастает и оно продолжает давать эти свои плоды на протяжении многих-многих-многих поколений. В отличие от зла, зло существует только для того, чтобы дать возможность человеку выбирать между добром и злом, оно, зло, не произрастает таким образом, а добро, оно произрастает и Всевышний его хранит, что значит хранит, иногда его нужно законсервировать, потому что бывает иногда так, что сделанное добро, оно не может проявиться сейчас в этом поколении, может быть даже не в следующем, и Всевышнему приходится его как бы консервировать на ожидая того поколения, то есть исторической ситуации, в которой оно может проявиться, но оно обязательно проявится, оно не исчезает. Десятый. «Носея вон» Всевышний прощает вину. «Ва феша вехата» 11-12, «Носея вон ва феша вехата», то есть здесь есть три вида греха, «хет» это промах, то есть когда человек грешит по ошибке, это промах с его стороны, есть еще «эша», есть «авон», то есть это уже сознательные грехи, когда человек первый уровень сознательного греха, когда он знает, что это запрещено, но ужасно хочется, а второй уровень, когда человек грешит, что называется, даже не очень хочется, но назло грешит. И, наконец, тринадцатый последний «венаке ло инаке», то есть очищает и не очищает, как так очищает и не очищает. Наши мудрецы очищают тех, кто делает шуву, очищают тех, кто раскаивается, и не очищают тех, кто не раскаивается. И обо всех этих тринадцатых методах «Амин» сказано было, Всевышний сказал мужу, что если евреи будут делать таким образом, то есть когда они находятся в беде, когда они будут делать вот этот порядок произнесения тринадцати качеств «Архамим», то заключен с ними союз, что с пустыми руками мы не уйдем после этого. Закономерный вопрос, который задают коммитаторы, а как же так, мы же видим, что евреи столько лет, каждый год и при всей возможности произносят эту молитву, произносят тринадцать качеств милосердия, и мягко говоря, жизнь могла бы быть несколько получше. Где же все эти тогда обещания? Один из ответов, что не сказано, что будут произносить эти тринадцать, они будут делать вот такой вот порядок, что значит делать такой порядок? Это значит, что эти качества нужно не только произносить, а по этим качествам нужно постараться выстроить свою собственную жизнь, самому быть человеком, который готов прощать, который готов уступать, который готов не качать права, который готов давать людям, хотя они того не заслужили, который готов так относиться к людям. Если мы, быв в себе, эти тринадцать качеств воспримем, известно, что Ромак Раби Мушек Кородовер написал целую книгу о том, как воспитать в себе эти тринадцать качеств, тогда мера и за мерой можно ожидать, что Всевышний по отношению к нам вот тот самый союз, он его включит и он будет действовать. Но если мы только произносим эти качества на словах, а сами мы очень далеки от воплощения этих качеств в своей жизни, то тогда нам вообще-то особо никто ничего и не обещал. Спасибо.